Артур Рушунян, Армения, Мавсисян, Серго, Грузия. Серго Мавсисян, Грузия, да. И мы с вами станем сейчас свидетелями пяти финальных поединков в категории у мужчин, легкие весовые категории. Спортсмены, можно сказать, ровесники, разница в возрасте всего год, вес тоже у них примерно равный. Мне кажется, что даже по фамилиям, они, можно быть, даже где-то земляки. Мавсисян, Аршунян. И поединок начался. Напомню, что тайминг поединка, три минуты первое время, и потом два раунда по две минуты с обязательным решением. Можно сказать, что спортсмены без пристрелок, без разведок бросились сразу в активный обмен. Средняя, ближняя дистанция. Оба спортсмена достаточно подготовлены. Я не думаю, что будет какая-то оценка, тем более заработана, тем более ударом в корпус. Ну, всякое может быть. Еще по вчерашнему дню очень большое значение и уделяется замечаниям. Запрещены любые толчки и прихваты, тем более удары с прихватами и толчками. Кроме толчков из клинча, естественно. Да. Очень серьезно судьи обращают на это внимание и при любой возможности показывают замечания. Вот что сейчас боковые судьи и демонстрируют. Ну, и по правилам КВЮ, если разница в замечаниях по сетке два замечания, то это считается проигрышный такой вариант для спортсмена, у кого замечания. И вчера были случаи, что, ну, скажем так, фавориты из-за этого слетали в некоторых категориях просто по чуям, по гантенам, по замечаниям. Да, некоторые спортсмены не могли справиться с нервами, вы в запале борьбы где-то толкали или прихватывались и два раза нарушил правила. Если твой соперник дрался чисто, то, в принципе... Да, то ты проиграл, даже если ты вел бой. Ну, прошло уже больше половины раунда. Совершенно равный поединок. Дистанцию спортсмены чуть разорвали, возможно, подобрали какие-то ключи. Чувствуют, с какой дистанции получается наносить больше ущерба ударами. Ну, на мой взгляд, спортсмены совершенно не придерживаются какой-то определенной тактики. Достаточно открытый бой, то есть спортсмены демонстрируют все, что они знают, все, что умеют. И, соответственно, просто идут вперед, пытаясь не уступить друг другу, ни шагу назад, самому не отойти. Вот сейчас появляется ситуация, что первый раз Серго Мовсисян получил замечание за толчки и сейчас произвел удар в голову. И если судьи выносят замечание Гэнтон Ич, и у него остается 25 секунд, чтобы заработать оценку для того, чтобы выиграть. Ну, или если его соперник нарушит правила, то ситуация как бы выровняется. Время остается все меньше и меньше. Да, по правилам КВЮ время грязное, время не останавливают, если какой-то эпизод. Ну, в общем-то, все, время вышло. Время вышло. И сейчас судьи должны вынести решение, так как у Серго Мовсисяна есть замечание Гэнтон Ич. Один судья, то ли забыл, то ли не услышал. И у нас есть первый чемпион мира. Трехкратный. Трехкратный, тут уже второй. Есть еще Анжелика Сабаева, трехкратная чемпионка. Ну, имеется в виду первый чемпион мира четвертого чемпионата. Первый финал позади.